Итак, в сегодняшней нашей лекции мы рассмотрим реформы Петра Первого или судьбы российского меркантилизма, мы рассмотрим физиократию в России, а также фритредерство и протекционизм. Что это такое и каким образом развивались эти направления в российской экономической практике. Итак, мы начнем, конечно, с эпохи Петра Первого. Среди многих заслуженных Петром у потомства восторженных и укоризненных оценок, отец Отечества может быть с полным правом назван самодержцем-меркантилистом. Его реформы были во многом вдохновлены эталонным ареалом меркантилизма, магазином Европы, как его тогда называли, Амстердамом, и отразили всю палитру меркантилизма от Атлантики до Урала, а точнее, от Атлантики до Табула. Но, безусловно, вот эти экономические реформы Петра Первого, они занимают особое место в дальнейшем развитии России. Итак, что же явилось результатом реформ Петра? Ну, во-первых, реформы Петра Первого включали следующие очень важные моменты. Во-первых, это значительное развитие получили отечественная промышленность и реформы. Во-вторых, всячески поощрялась и развивалась как внешняя, так и внутренняя торговля. Далее, во времена реформ Петра Первого получило широкое развитие сельское хозяйство, особенно его овцеводческая отрасль. Значительно были укреплены финансы страны, однако в большей мере, конечно же, для обеспечения военных нужд. Нужно сказать, что в то время около 80% российского бюджета уходило на военные нужды. Далее, при Петре Первом были расширены также водные пути сообщения, и был обеспечен выход к Балтийскому морю. Также была построена новая столица России – Санкт-Петербург. Вообще, Петр Первый в гораздо большей степени по сравнению с другими российскими государями развил бурную деятельность, которая была направлена на преодоление отсталости производительных сил страны, а также на рост производства техники. Тем не менее, по-прежнему черты меркантилизма прослеживались и в торговой, и в промышленной политике Петра. В частности, он не разрешал вывозить за пределы страны серебро и золото, поскольку в России они почти не добывались в то время, а драгоценные металлы очень нужны были для чеканки российской монеты. С этой же целью пошлины с иностранных купцов взимались в иностранной валюте, в Ефимках. По тарифу 1724 года устанавливались высокие пошлины на большинство иностранных товаров, примерно до 75%, за исключением только некоторых видов сырья, которые в то время были крайне необходимы России. И несмотря на то, что на первых порах царствования Петра купечество притеснялось достаточно значительно, в последующем была предпринята попытка его поддержки. Некоторым из купцов отдавались на откуп торговля товарами, которые являлись монополией государственной казны, например, такие как нефть, смола, пенька, икра и так далее. Были учреждены также бурмистерская палата, коммерцколлегия, ряд магистратов, которые должны были пищись об умножении ярмарок и торгов, и осуществлять контроль за внешней и внутренней торговлей в целом. Для доставки в Санкт-Петербург уральского железа и поволжского хлеба в 1703-1709 годах был построен Вышневолодский канал. Для развития порта новой столицы товары, которые вывозились через Санкт-Петербург за границу, освобождались от пошлин. Петр I всемерно поддерживал развитие отечественного производства в целях уменьшения импорта. В указе о 1712 году было предложено расширить продукцию московского суконного двора, чтобы через пять лет не покупать мундиров заморских. При этом развивалось полотняное производство в Воронеже, Ладейном поле и в Петербурге. Строился также флот, стимулировалась разведка рудных месторождений и очень большое внимание уделялось в то время горному делу. Петр I одной из важных для укрепления финансов государства считал налоговую или фискальную политику. При Петре I были учреждены должности прибыльщиков, задачу которых входило изобретение новых видов налогов, общее количество которых при Петре достигло 30. При этом на очень прочную основу было поставлено бюджетное дело, хотя первый государственный бюджет России вообще-то был составлен еще в 1680 году. Однако, как я уже говорила, бюджет при Петре I на 70-80% обеспечивал военные нужды, хотя при этом жалование очень многим военным не выплачивалось годами. Очень важной фигурой в период правления Петра I является Иван Тихонович Пасашков. Его годы жизни с 1652 по 1726. Он был сторонником сословной монополии купечества на торговлю и является автором труда «Книга о скудости и богатства». Вообще, Иван Тихонович Пасашков родился в семье ремесленника подмосковного дворцового села Покровское. Систематического образования Иван Тихонович Пасашков не получил, он был самоучкой, однако при всем этом он обладал недюжинным талантом и со знанием дела рассуждал о многих важных вопросах в области экономики, а также в области военного дела и в области юриспруденции. Со временем он развил очень бурную предпринимательскую деятельность и стал крупным купцом-мануфактуристом. К концу жизни Иван Тихонович Пасашков имел один дом в Санкт-Петербурге, два дома в Новгороде, 250-80 земли и 80 крепостных крестьян. Его перу принадлежат несколько работ, таких как «Письмо о денежном деле», «Уратном поведении», но, безусловно, главной книгой является книга о скудости и богатстве, которую Иван Тихонович Пасашков проводил особым дополнением к государю. По некоторым сведениям, с книгой Петр I был ознакомлен в 1724 году, но после чего ее автор в 1725 году был заключен в Петропавловскую крепость за ряд очень резких высказываний в адрес царя, которые содержались в этой книге, по поводу ряда общественно-экономических неисправностей, как называл их Пасашков, в том числе и за защиту интересов крепостного крестьянства. Пасашков умер в крепости через полгода после заточения. Это произошло в феврале 1726 года. Трагична также и судьба его книги, которая была впервые опубликована в Москве лишь в 1842 году. Какие же социально-экономические идеи развивал Иван Тихонович Пасашков? Итак, заключались они в следующем. Во-первых, он различал богатства вещественные и невещественные. Под вещественным он понимал богатство казны, народа и все его имущество. Невещественное богатство, как он полагал, это исправное управление страной, хорошие законы, правильный суд. Далее, Пасашков считал главной отраслью, которая обеспечивает роль общественного благосостояния, торговлю. А главным общественным классом – купечество. Он указывал, что торг – дело великое, и купечеством каждое государство богатится. Далее, Пасашков подверг анализу товарно-денежное отношение. Он выдвинул свою концепцию ценности денег. Он исследовал их природу и функции. Он писал, «У нас столь сильно его пресветлого величества слова ащеп повелел на медной золотниковой цате положить рублевое начертание, то она бы и за рубль ходить в торгах стала во веки веков неизменно». Пасашков предлагал заставить всех людей работать прилежно, так как любой общественно полезный труд он считал производительным. Далее, он разработал концепцию прибавочного продукта, а также боролся за снижение издержек и повышение качества товаров. Он также обосновал необходимость осуществления строгой экономии ограниченных и невоспроизводимых ресурсов. Но взгляды Ивана Тихоновича Пасашкова относительно развития внешней торговли и государственного хозяйства в целом во многим близки идеям Уильяма Стаффорда, Томаса Мана, хотя он их трудов не читал и никогда об этом не знал. Еще одним из очень важных представителей того периода и экономическая мысль России была очень явно представлена в работах Василия Никитича Татищева. Василий Никитич Татищев, его годы жизни с 1686 по 1750, известный отечественный историк, географ, экономист, философ и лингвист. Он является автором ряда работ социально-экономического содержания и его по праву можно назвать родоначальником русской статистической науки. Татищев был видным государственным деятелем, инженером, артиллеристом, организатором горно-металлургической промышленности. Он написал ряд небольших работ социально-экономического содержания, к которым в частности относятся следующие. Представление о купечестве и ремеслах, рассуждение о товарах привозных и отвозных Астраханского порта, в которых он отстаивал с позиции интересов дворянства необходимость углубления петровских преобразований в плане обеспечения безусловной поддержки развитию промышленности, торговли и купечества. Он первый выступал за политику разумного протекционизма. Ну и, как мы уже говорили, он положил начало русской статистической науке, потому что именно Василий Никитич Татищев является автором первой в России статистической анкете, которая была посвящена проблемам населения. Следующий вопрос, который нужно нам рассмотреть, это физиократия в России. Вообще нужно сказать, что после смерти императора вот этот наспех, сшитый им для огромной и нескладной фигуры России меркантилистский костюм, затрещал по швам монополий и привилегий, которые в то время раздавались всякого рода искателям разживы, которые были близки императрицам. Тяжесть импантированного меркантилизма, то есть тех идей, которые были восприняты извне, придавило закрепощенное население. И преобладающим жанром экономической литературы стали сочинения крепостников об управлении имениями и об искусстве извлекать максимальную пользу из лентяев-крестьян. Но если говорить о развитии физиократии в России, то, безусловно, участником собрания физиократов, например, у Мирабо был русский посланник в Париже, князь Дмитрий Голицын. Эта фигура достаточно интересная. Годы его жизни с 1734 по 1803. Он был единственным представителем идей физиократии в России, который выступал с критикой крепостного права. Голицын был одним из образованнейших людей золотого века Екатерины II. Он рекомендовал лукавой владычице Севера пригласить в Петербург ученика кино Мерсье де ла Ривьера, который закончил свой главный труд «Естественный и необходимый порядок политических обществ», который был написан им в 1767 году. Заезжий физиократ нашел крепостной строй, вопиющий противоположностью естественному порядку. Причем он недипломатично излагал свои впечатления, выражал это такими словами, такими выражениями, как дипломатический произвол, рабство, низкая культура земли и так далее. Он даже доходил до утверждения, что в России все необходимо уничтожить и затем вновь создать. Разумеется, французов пришлось отослать обратно. Сам незадачливый Голицын в своих письмах в Петербург предлагал предоставить русским крестьянам личную свободу и право собственности на движимое имущество, оставив помещище и собственности землю, которую зажиточные крестьяне могли бы арендовать. А наиболее богатые – покупать какие-то наделы земли. Таким образом, в народе разовьется свобода распоряжения избытками. То есть, действенная причина – плодородие полей, разработки недр, появление изобретений, открытий и всего того, что может сделать нацию цветущей. Дипломат-физиократ Голицын советовал императрице показать пример помещикам, наделив правом собственности дворцовых крестьян. Ну, и Екатерина II лишь посмеялась над Голицыным. Естественно, ничего из его предложений внедрено в жизнь не было. Гораздо более серьезно она относилась к просьбе своего фаворита Григория Орлова и еще нескольких титулованных придворных людей учредить патриотическое общество для поощрения земледельства и экономии. Это общество было создано в Петербурге, затем оно было переименовано в императорское вольное экономическое общество. Его члены стали своего рода деятелями прикладной физиократии. Среди них был и родоначальник русской агрономии Андрей Болотов. Но в то же время, практически, если смотреть по датам, это произошло практически одновременно, развелось два мнения о внешнем торге – фритредерство и протекционизм. Под фритредерством понималась в то время свободная торговля. Протекционизм предполагал наличие некоторых тарифов, облегченных для русских купцов. Физиократическая убежденность в преимуществах свободы торговли выразилась в отмене Екатерины II привилегий указных фабриканов. Этот указ вышел в 1762-1763 годах и либерализации таможенного тарифа – 1766 год. Затем, за год до выхода «Богатства народов» Адама Смита и его известные книги в России был издан царский манифест о свободе торговли и заведения промышленных станов. Этот манифест вышел в 1775 году. С этого времени полемика вокруг свободы торговли и протекционизма стала осевым вопросом русской экономической мысли. И одним из первых по этому вопросу высказался Александр Радищев, который был не просто литератором и автором известной книги «Путешествие из Петербурга в Москву», но еще и достаточно талантливым и известным экономистом того времени. Итак, Александр Николаевич Радищев родился в 1749 году, умер в 1802-м и считается основоположником антикрепостнической идеологии в России. Радищев действительно был гневным критиком крепостного права, за что заслужил прозвище «бунтовщик» хуже Пугачева, говорила о нем Екатерина II. Он был первым в России не только публицистом-революционером, но также он исследовал структуру цены. Сущности, функции денег, в том числе и бумажных. Радищев не упоминал в своих произведениях ни физиократов, ни Адама Смита, но содержательная сторона его сочинений, использование термина «задатки», под которыми он подразумевал «авансы» в современном понимании этого слова, и наличие в личной библиотеке французского перевода Адама Смита «Богатство народов» позволяет предположить знакомство мыслителя с идеями классической политической экономии. Как служащий петербургской таможни, он был участником составления тарифа 1782 года, более жесткого, чем тариф 1766 года. А в ссылке он углубленно изучал историю и экономику Сибири. Он много размышлял над перспективами включения края в общероссийский рынок. В своей работе «Письмо о китайском торге», которое было написано в 1792 году, Радищев, отвергая меркантилистское представление о внешней торговле как источнике богатства государства, сформулировал приоритет товарного насыщения внутреннего рынка. По его мнению, для этого была необходима единая сеть путей сообщения, которая преодолевала бы замкнутость местных рынков с большими разрывами в ценах. Анализируя имеющиеся в экономической литературе два мнения о российском торге, новейшее за неограниченную свободу торговли и стародедовское за тарифы и весь таможенный причет, Радищев отмечал, что Англия благодаря таможенному протекционизму поставила себя в число первостатейных государств Европы. Но англичане сами ныне говорят и пишут, что все преграды в торговле вредны, ибо она непременно сама себя содержит всегда в неизбежном равновесии. Считая, что внутри страны государство не должно стеснять природную свободу торговли, Радищев вопросы протекционизма предлагал решать с учетом конкретно исторических обстоятельств. При этом он подчеркивал, что беспошлиный привоз дешевых заграничных товаров может быть вреден для отечественного производства, причем особенно, он указывал здесь, текстильное производство. Допуская протекционизм, Радищев беспокоился, однако, об интересах не крупной мануфактурной, а мелкой крестьянской промышленности. Он указывал, что ограничение торговли с Китаем оказалось благодетельным для русских кустарей, которые шелковые рукоделия доставляют довольственное житие. С начала XIX века постепенно окрепло российское фритредерство. Почву для него подготовили первый русский перевод книги Адама Смита «Богатство народов». Это произошло в 1802-1806 годах. Выход этой книги был профинансирован правительством Александра I. Тогда же были сделаны переводы сочинения Бентома «Эссея», влияние первого петербургского академика с 1804 года по разряду политэкономии Андрея Шторха, а также появление печатного органа «Духа журналов». Шторх с 1815 года издал в Петербурге, но на французском языке, правда, шеститомный курс политической экономии. Но в основном это была компиляция с почти буквальным заимствованием положений Тюрго, Смита, Бентома, Сея и других западноевропейских авторов. На русском языке сочинение Шторха, который использовал для иллюстрации многие примеры из жизни России, не было издано по цензурным соображениям. Автор резко критиковал крепостное право. Фритрейдеры настаивали на либерализации таможенного тарифа. Их оппонентом выступил видный государственный деятель адмирал Николай Семенович Мордвинов. Его годы жизни с 1754 по 1845. Он был ярым сторонником охранительного протекционизма и активно выступал за выход России на внешние рынки. Николай Семенович Мордвинов был первым председателем департамента государственной экономии. Он был назначен на этот пост в 1810 году. Он был убежденным англофилом, почитателем Адама Смита, но полагал принцип свободы внешней торговли неподходящим для России с ее неокрепшей промышленностью. Мордвинов порицал шторха, который считал полезным для России уступление прав рукоделия и торговли более развитым странам и спецификацию в земледелии. В своем произведении, которое называлось «Некоторые соображения по предмету мануфактуру в России и о тарифе», которое вышло в 1815 году, Мордвинов поставил задачей перемену в России системы внутреннего хозяйства, то есть перехода из земледельческого хозяйства в рукодельное и промышленное. Для чего, по его мнению, необходимо не только развитие городов и наличие твердых законов, которые защищали бы частную собственность, но и таможенное покровительство молодой отечественной промышленности. Адмирал-экономист не ограничился охранительным протекционизмом. Мордвинов также обосновал наступление России на внешнее, а именно на азиатские рынки. И в своем произведении, которое называлось «Мнение о способах, каими России удобнее можно привязать к себе постоянство кавказских народов», которое вышло в 1816 году, Николай Семенович Мордвинов писал, что мирное завоевание Азии торговлей и промышленными изделиями даст России много больше, чем наши ядра и штыки. Кратковременный успех российского фритрейдерства, это либеральный таможенный тариф в 1819 году, был сменен линией на усиление протекционизма, который проводился с 1822 года до середины 19 века. Наиболее последователем фритрейдером, то есть сторонником свободной торговли, проявил себя Николай Иванович Тургенев. Николай Иванович Тургенев, его годы жизни с 1789 по 1871 был защитником принципа свободной торговли в России и всемерно обличал крепостное право. Но здесь нужно отметить, что еще во время учебы в Геттингене он проникся под впечатлением лекций сметянца Георга Сарториуса идеями классической политэкономии. Причем изучал он этот предмет достаточно детально и был, в общем-то, хорошим специалистом в этом вопросе. Он написал книгу «Опыт теории налогов». Она увидела свет в 1818 году. При этом Николай Иванович взял за основу четыре сформулированных Смитов принципа рационального налогообложения. И при этом Тургенев, как он сам позднее пояснял, старался доказать, что как экономические и финансовые, так и политические теории истинны лишь постольку, поскольку они основаны на принципе свободы. Ну и он очень много вот обосновывал в своем произведении, у него очень есть большое обоснование принципу свободной торговли. В принцип свободы вообще Тургенев вкладывал очень большой смысл, можно сказать, двойной смысл. Фритредерский и противокрепостнический, при этом он обличал крепостное право прозрачными намеками в своих историко-экономических экскурсах. Тургенев уехал за границу незадолго до восстания декабристов, которое было, как вы помните, в 1812 году, потому что ранее он разошелся с декабристами во взглядах. Он отказался выполнить веление нового императора о возвращении, и можно сказать, что он первым в XIX веке стал русским политэмигрантом. Он сохранил верность принципу свободы, дожил до отмены крепостного права в России и до общеевропейского торжества фритредерства в 1860-е годы. Теперь, если говорить о классической политэкономии в оценке либерального и революционного западничества, то здесь нужно отметить, что раскрепостительная эпоха реформ Александра II принесла новое дуновение западной политэкономии в России. Во-первых, были переведены сочинения Адама Смита, Мальтуса, Бентема, Милля, Рошера. Осуществлялись систематические обзоры, читались университетские курсы, велась полемика со славянофилами и специалистами. Издатель журнала «Экономический указатель», который выходил в 1857-1861 годах, Иван Вернацкий, годы жизни которого с 1821-1881, он является автором очерка истории политической экономии, в котором обличал крепостное право. Так вот, вот этот очерк истории политической экономии увидел свет в 1858 году. В этом произведении Иван Васильевич Вернацкий сформулировал задачу политической экономии как «открытие естественных законов хозяйства, неподчиненных произволу власти». Вернацкий классифицировал все политико-экономические школы по их отношению к принципу свободной конкуренции и государственному вмешательству в экономику. Физиократию и школу Адама Смита на одной стороне он противопоставил экономическим понятиям древних, меркантилизму, протекционизму и социализму на другой. Вернацкий заявил себя приверженцем школы свободной конкуренции. Высшим достижением этой школы он считал систему Давида Рикарда. Вернацкий подверг критике русское общинное землевладелие как препятствие для экономического прогресса, которое закабаляет и закрепощает свободное предпринимательство крестьян в сельском хозяйстве. А западный социализм Вернацкий характеризовал как необходимое явление, следующее за пауперизмом, как сознанным убожеством целого класса народа. Ну, пауперизм, как мы знаем, это бедность и обнищание. Но потому, естественно, что где нет последнего, там нет никакой опасности распространения первого. Вернацкий издал русские переводы о сочинении француза Бастиа «Эпигона Сея». Эта книга «Экономические софизмы», которая вышла в 1841 году, «Экономические гармонии», которая увидела свет в 1850 году. Почитание Бастиа, автора очень многих памфлетов, в доказательство того, что частная собственность – это сама истина и справедливость, принцип прогресса в жизни, и критика веры в общину славянофилов и социалистов сблизили Вернацкого с выразителем идеи либерального западничества профессором-юристом Московского университета Борисом Чечерином. Годы жизни его с 1828 по 1904. Чечерин под впечатлением европейских революций в середине XIX века и книг Бастио полностью разочаровался в жизненной силе демократии, как он сам писал, и в теоретическом значении социализма. И при этом он посвятил себя защите принципов частной собственности и свободной конкуренции от атак социалистов. То есть, по сути дела, он также выступал за свободную торговлю и свободное развитие капитализма. Олицетворением левого революционно-социалистического фланга западничества стал Николай Чернышевский. Годы жизни Чернышевского с 1828 по 1889 год. Николай Гаврилович Чернышевский являлся редактором журнала «Современник» и отличался классовым подходом к трактовке политической экономии. Но здесь нужно отметить, что Николай Гаврилович был еще и достаточно талантливым автором перевода и комментариев значительной части оснований политической экономии Джорджа Стюарта Милля. Вот этот его перевод увидел свет в 1860 году. Особенностью трактовки Николая Гавриловича Чернышевского политической экономии был классовый подход, как мы уже говорили. Он заявлял себя сторонником политической экономии и он оценивал классическую школу в целом как выражение взглядов и интересов капиталистов. Прямое указание на скрытую за экономическими категорию противоположность классовых интересов вело Чернышевского путем, аналогичным пути социалистов-рекордианцев к выводу из последовательного логического развития идей Адама Смита о личном интересе как главном двигателе производства и о труде, под которым он понимал единственным производителем ценности, что продукт должен быть собственностью того, кто его непосредственно произвел. Чернышевский указывал, что в либеральной политической экономии содержится противоречие между двумя требованиями. Первое требование – ищи истину и доказывай необходимость в пользу неравенства. Он отмечал, что интересы ренты противоположны интересам прибыли и рабочей платы вместе, а интересы прибыли противоположны интересам рабочей платы. При этом Николай Гаврилович Чернышевский подчеркивал, что как только сословия капиталистов и сословия работников одерживают в своем союзе вверх над получающим ренту классом, история страны получает главным своим содержанием борьбу среднего сословия с народом. То есть, по сути дела, он, вот этот классовый подход, он трактовал как противостояние друг другу двух классов – класса собственников и народа, как он называл неимущую часть населения. Именно вот это противоречие, а не противоречие между землевладельцами и промышленным классом становится, по мнению Чернышевского, основным. Интересы капиталистов и земельных собственников, по сути дела, сближаются. Почти все лица одного сословия имеют родственников и приятелей в другом. При этом они и не думают враждовать друг с другом. Множество лиц высшего сословия, по наблюдению Чернышевского, занялись промышленной деятельностью, а множество лиц среднего сословия вкладывают капиталы в недвижимую собственность. Разногласие Чернышевского с Давидом Рикардо проявилось и в трактовке земельной ренты. Чернышевский полагал, что и худшие земельные участки все-таки приносят рентный доход. Поэтому ликвидировать ренту и пресечь тенденции к сращиванию землевладельцам со средним классом возможно только одним путем. И этот путь – национализация земли. Ну, с присущей ему жесткостью и хлесткостью, я бы сказала, Чернышевский сформулировал коренные различия между демократами, причем к демократам он причислял себя, и западниками-либералами, которым он причислял Вернадского и Чечерина. При этом он говорил, демократы имеют в виду по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве, с одной стороны, уменьшить силу и богатство высших сословий, и с другой – дать более веса и благосостояние низшим сословиям. Напротив, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям, потому что эти сословия в своей необразованности и материальной скудости, как он говорил, равнодушны к интересам, которые выше всего для либеральной партии. Именно к праву свободной речи и конституционному устройству. Чернышевский говорил, «Для демократа наша Сибирь, в которой простонародье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит сильную нужду. Демократ из всех политических учреждений непримиримо враждебен только одному – аристократии». Либерал почти всегда находит, что только при известной степени аристократизма общество может достичь либерального устройства. Ну, несмотря на такую нарочитую прямолинейность и жесткость высказываний, может быть, даже утрированность идеи Чернышевского, они, в общем-то, оказали значительное влияние на развитие русской общественной мысли в период после падения крепостного права. От новых поколений революционеров до деятелей кооперации, ну и вполне академических экономистов. При этом нужно признать, что авторитет Чернышевского способствовал укоренению в русской экономической мысли трудовой теории ценности. Чернышевский очень ясно и четко обозначил те проблемы, которые должны были разрешить экономический строй социализма. При этом он очень четко очерчивал ситуацию, которая сложилась в то время в России. Он подмечал все ее специфические черты и особенности. И среди проблем он вычленил проблему разделения труда, проблему размеров предприятий. Далее он очень много писал о заинтересованности работника в результатах своего труда. При всем при этом Чернышевский ведь не отрицал необходимость разделения труда. Но при этом он настаивал на возможности для одного человека поочередно заниматься множеством разных дробных операций, а не проводить жизнь у одного колеса, одной машины на одной фабрике. То есть выступая с одной стороны за разделение труда, он ратовал за то, чтобы работники осваивали разные виды трудовых операций. Он также считал необходимым искать формы совмещения преимущества крупного и мелкого хозяйства. Причем преимуществами крупного хозяйства он считал лучшую организацию и лучшую оснащенность. Преимуществами мелкого он считал прямой интерес самостоятельного хозяйства, хозяина в успешности дела. Социализм по Чернышевскому это такой строй, при котором отдельные классы наемных работников и нанимателей труда исчезнут. При этом они будут заменены одним классом работников-хозяев. То есть человек одновременно является и работником, и хозяином на своем предприятии. Вообще нужно отметить, что Чернышевский вошел в историю как человек-символ эпохи реализма. Но здесь же нужно отметить и следующее, что его взгляды на особенности и перспективы экономического развития России целиком укладываются в русло романтического направления в русской экономической науке, которые ставили в центр своих построений сельскую земельную общину. То есть Чернышевский, с одной стороны, реально оценивал обстановку и ситуацию в России, с другой стороны, он предполагал некоторые пути развития экономики, которые, скажем, были неприемлемы и имели такие вот романтические черты. Тем не менее, вклад этого человека нельзя недооценивать, вклад этого человека в русскую экономическую мысль. Итак, на этом содержательная часть моей лекции завершена, а вы постарайтесь, пожалуйста, ответить на следующие вопросы. Итак, какова сущность реформ Петра I? В чем сущность физиократии в России? Что такое фритрейдерство и в чем выражался протекционизм? А также расскажите, пожалуйста, и осмыслите, пожалуйста, взгляды Чернышевского на экономическую ситуацию в России. Спасибо за внимание.